Ну смотри, начнем с лично твоего выступления, потому что ты сейчас борешься за место, за звание лучшего бомбардира Лиги. Насколько это вот для тебя такой неожиданный момент? Просто пока получается, пока буду играть, там уже дальше посмотрим, пока начало сезона и не стану пока ничего говорить про это. Ну просто знаешь, уже пару сезонов поиграл, попробовал свои силы, а тут вот так сразу месяц прошел уже, да, по сути, ты до сих пор борешься за звание лидера. В этом сезоне мне прям по-настоящему тренерский штаб доверяет тоже большинство, первое звено, ну я говорил, у Шевченко уже это. И как бы нужно оправдывать это доверие, я просто стараюсь не подвести как тренерский штаб, так и команду. А вот насколько вообще еще обращаешь внимание на такой факт, что вот у тебя там, по-моему, в прошлом сезоне за весь сезон было 14 очков, сейчас у тебя уже вот там сентябрь прошел, ты уже превзошел это достижение? Ну, мне отец сказал на днях, типа, ты побил, типа, за два сезона то, что ты играл в миде, у тебя за один сезон уже стоит, кажется. Ну, хорошо. Ну, и все, ну, стараюсь не смотреть на статистику, больше помогать команде, чем могу, и все. А вот сейчас вот там 9 матчей, по-моему, да, и ты во всех набирал очки. Ты вообще помнишь, что у тебя вот когда-то раньше такое бывало? Ну, может, по школе и было. Ну, я говорю, я так прям тщательно не слежу за статистикой. А вот ты уже сам отметил, что и папа следит за статистикой, да, наверное, и в команде все равно все все видят. А уже как-то начали, может быть, подшучивать или вот что-то в этом роде. Ну, некоторые игроки, да, там, с противоположных команд говорят, ну, все, завтра прервется серия. Так уж получается, что вы, по сути, вдвоем там разбираетесь за звание лучшего бомбардира. Вот насколько следишь, может быть, вот как раз за Данией Липске? Я за ним не слежу, честно. Я за другими командами не смотрю, против кого играем, там, ну, тренера показывают, что нужно именно, какие командные действия делать. А так за, ну, что за личные статистики, что за статистикой других я смотрю. Если говорить про старт командный, вот, как ты его оценишь? Я бы оценил его после шести предстоящих матчей, вот, наших. Динамо, Локомотив, Алмаз. Пока все равно мало игр сыграли. Мало именно таких соперников, где, ну, прям кость-кость игры. А вот, знаешь, как раз, мне кажется, немного неожиданно получилось вот это дальневосточное турне, потому что перелет, это обычно сильно давит, а у вас как-то оно вот сейчас вообще легко так прошло все. Такие счета везде. Ну, да, слава богу, но я же первый раз полетел в Сахалине, я вообще в шоке был, потому что там и голова болела, и тяжеловато было играть. Но после Сахалина все уже адаптировались, перешли на режим дальневосточный, и там уже, ну, просто обидно было бы уезжать, если бы мы не забрали шесть очков. Вот как раз, если говорить про уверенность, тебе, наверное, максимально необходим, потому что у тебя роль в команде, по сути, поменялась. Да, да, роль в команде поменялась, я стал, можно сказать, возрастным уже игроком. Ну, я считаю, что полноценный, пока у меня первый сезон этот, все-таки не удалось у Хасанова заслужить доверие мне. А тут пока Павел Анатольевич мне дает, я буду стараться, чтобы не потерять это доверие, и все, играть в свой хоккей. Чуть-чуть углубиться. Вот насколько ты вообще сам оказался готов к такому вызову, потому что, ну, по сути, ты лидер команды. Ну, я думаю, перед сезоном, плюс-минус я знал, что так будет, что я по возрасту один из самых старших ребят. И, ну, головой подготовился по сбору, прошли команды. Ну, и в сезоне просто пока получилось хорошо начать. Главное, не опускать планку и идти дальше. Ну, и давай все-таки такой важный вопрос и для тебя, и для болельщиков. Ну, насколько все-таки ориентируешься, где-то вот там хочется быть лучшим бомбардиром вообще в сезоне? Ну, у меня нет такого никогда не было, что приятно будет, да, забрать там лучшего бомбардира. Но на первом месте все равно стоит главная цель – это кубок. Попасть в плей-офф, завоевать кубок, а личные цели уже на втором плане. А вот так вот, если, знаешь, подставить с одной стороны лучший бомбардир, а с другой стороны, что ты побьешь, например, длительность серии с набранными очками, что бы ты выбрал? Я не знаю, наверное, бомбардирство. Ну, если я принесу за сезон больше пользы, допустим, 20 игр я понабираю очки, а дальше у меня засуха будет, то зачем? Лучше весь сезон приносить пользу команде, и там уже как будет.